Добрый день, дамы и господа! Вы меня слышите? Разрешите, я немножко приспущу. Вы карантинщики, любимые! Поднимаем настроение! Мы давно с вами не встречались в таком эфире. Я все время трачу много сил, времени для того, чтобы порадовать вас своими анонсами с суперинтересной экскурсией для избранных, об избранных. А лето, кажется, не будет, сезона не будет. Лето будет, а сезона не будет. Но это не имеет значения. Эти видео я делаю так, там нет никаких подтасовых фактов. Я долго докапываюсь и докапываюсь почти всю свою жизнь до сути. Поэтому вы знаете, что можете проверять. Некоторые проверяют, проверяйте. Там все абсолютно точно. Все, что я выношу на ваш суд, это точно. Полюбопытствуйте. Хотя мне все эти видео не монетизируют. Потому что я хочу сделать как можно более интересным для вас. И даю туда кадры из фильмов. И где-то не подрассчитала. А последнее, предпоследнее видео, они сказали, хорошее, пускайте на нем там 400 просмотров. А там и говорят, ап, не получишь ты монетизацию. У тебя там где-то кто-то долго моет руки из какого-то фильма. Поэтому это я делаю только для вас. Только для того, чтобы порадовать вашу душу. Даже несмотря на то, что они такие длинные. Мне это в зачет не идет. Смотрите это как просто образовательный канал. Потому что я собираю и сотен источников, чтобы сделать вот этот вот и ряд, и звук. Вы скажете, я ей полна. А что у вас так холодно, что вы сидите в пиджаке? Нет, мои дорогие. Я знаю, что это модно. У меня три красных только пиджака. Выгуливать некуда. Куда я сейчас буду выгуливать? У нас холодно еще на улице. Вот и решила для эфира сделать модный вариант. Я шучу, конечно. Действительно, пиджаки надо приучаться носить таким образом. Сейчас-то действительно в тренде. Просто хотела сделать кадр немножко ярче. Разбавить черный цвет, тоску в наших головочках тем, что сегодня вербное воскресенье. И у меня есть не просто вербочка, а верба освещенная. Оказывается, сложности были не в том, чтобы осветили. Это все делал священник в маске. Все как полна. А сложность была в том, чтобы купить вербу. То ли ее нет, то ли решили, что никто не будет покупать. Но вот дочечка у меня, спасибо ей, она достала вербочку, боролась за эту вербочку. Ее осветили. И знаете, как говорят, да? Не верба бьет, а я бью. Так вот, я, кто в это верит, не я. Это верба. Освещённая верба. Бьет вас для того, чтобы вы были счастливы, здоровы. Я выбиваю из вас все, какие бы то ни было болезни. Не хочу называть вот тут последний. Канал Овидик. Все. Поздравляю вас, кто верит в этот праздник. У кого сегодня католическая Пасха. А кто вообще ни во что не верит. Сегодня день космонавтики. Именно тот праздник для тех, кто всегда все равно смотрит ввысь. А я сегодня вас буду кормить. Вот мне показывают, поправь пиджак. Там вот не имеет смысла. Ну, не буду тратить на это время. Вы поняли, что кадр немножко ярче. Ну, вот я тебя просила закрепить. Он не закрепил. Безобразие. Ну, что значит мужчине доверить какое-то дело? Ой, ну, не так. Они умеют, правда, набросить там пиджак на плечи. И не больше. Значит, господа, я показала вам сейчас то, что является моей традиционной едой. Я уверена, я уверена, что это есть у вас все. И все же таки. И начинаю я с того, что я стою бесценное практически имбирь. Значит, имбирь у нас уже в нормальной цене. 10 долларов в килограмм. Это уже никаких проблем. Имбирь никто уже не берет. Потому что беря вместо маски имбирь. За щеку, когда мы выходили, еще не одевали вот эти намордники. Он щипит. Начинали кашлять. А вот как начинали кашлять, вот тогда все и начиналось. Правда, у меня приятельница сказали, какой класс. Ты заходишь в магазин, начинаешь кашлять. Тебе все начинают уступать место перед кассой. Она говорит, да, сейчас. Я кашлять начинаю тогда, когда уже расплачиваюсь. Ну, у каждого какие-то свои там. Знаете, что? Я кадр. Бог с ним. Вы видели, что у меня есть пиджак. Поверьте, что мне три красных пиджака. А вы их. Три. Выгуляла один из них. Имбирь я закладываю за щеку. Я ем лук. Лук с лимонным соком. И немножко, если вы любите, с оливковым маслом. Как хотите, прям так будет. Вкусно, вкусно, вкусно. Но после чеснока и лука, это же... Вы все поняли? Это выражение. А? Это значит, если бы у меня не было маски, я бы не могла есть такое количество продуктов. Вот таких вот острых с запахом. Но так как у нас теперь есть маска, то лук и чеснок, рыба иногда и зим. Я с вами без макияжа. Ну, вот такая Лиля Павловна. Я такая. Ну и что? Вы же понимаете, что мусульманские женщины всегда так ходят. Я всегда, ну, бедненький, им так тяжко. Они дышать не могут. Они так и не могут. У меня иногда бывает желание снять маску. Я это делаю. Делаю неправильно. Я ее пускаю вот на это место. Потому что здесь у меня может быть пот, что-то еще. Ну, правда, это мой же пот. И без пыли. Когда я поднимаю, может быть, это не совсем нормально. Маску надо менять, вы знаете, каждые 2 часа. Я вам могу честно сказать, и вы все знаете, маска никого, ничего не предохраняет. Но мы как бы законопослушные граждане. Мы приучаемся. Именно приучаемся. Они, вот видите, у меня СУ-6 падают. Они делают, что хотят. Маски живут своей жизнью. Но я хотя бы уважаю других. И вижу, что они от меня не убегают. Потому что я пфу-пфу-пфу-пфу-пфу-пфу-пфу. Там что-то на них сделала. Вот видите. Вот так вот поступаю. Вот это я не зря сказала и. Потому что все вокруг кричат. И еще она очки не одела. То есть я одеваю самые какие-то такие очки. Кто следит за мной. Ну, следит, я так резко сказала. Кто, ну, бывает у меня в гостях в Фейсбуке. Кто знает, что я ищу розовые очки. Розовые очки. Следующее. Посмотрите, что я ем. Кроме имбиря, лимонов. В обильном, в большом количестве. Лимоны. Перетираю с медом. Цедру от лимона. От грейпфрута. Начинаю я утром с грейпфрутового сока. Я утром делаю подкисленную воду. С медом. Вот. Замечательный мед. Покупаю у одного и того же поставщика каждый год. Это утренний моцион. Перед душем даже я это делаю. Даже перед тем, как чистить зубы. Лимон, мед и туда. Что-то у меня еще какую-то каку намешиваю. А, не каку, а цацу. Вот эту цацу я давно нашла. Россияне, вам-то это расплюнуть. А я заказываю. Я каждый раз заказываю. Эти флакончики очень дорогие. Сейчас я вам скажу точно. Это пихтовый экстракт. У кого есть пихтовый экстракт, вы спасены практически. Значит, раночка помазали. Десна почистили. Зубы почистили. Даже запах пропадает. Правда, после этого надо почистить зубы. Содой. А в этот период с содой мы все протираем. Кроме любых вот этих вот, которые я приготовила показать вам. Я разливаю. Мелкие баночки, везде складываю. О-о-о, еще и этого мне не хватало. Обмажку. Кто любит? Я люблю. Сода. Соль. Не положил. О-о-о, как я все продезинфицировала. Вот какая прелесть. Ох, какой. Сода, соль. Еще я могу делать утром, принимать душ сухой горчицы. Кто не знает, посмотрите. Сухая, эластичная, нежная горчица. Это тоже смывает все, что могло накопиться. Меня все время смущает. Почему не рекомендуют каждый день мыть волосы? Ну ладно. Это отдельная тема беседы. Я ищу, почему на волосах этот вирус не откладывается. Туркума. Я ее смешиваю с медом. И каждое утро по чайной ложечке. Вы мне сейчас сказали, что Лилия Павловна, вы хотите, чтобы достали отжить? Нет. Я не правда хочу. Но только хочу с хорошим качеством. Я хочу так же, как сейчас. Я хочу, чтобы я могла везде бывать, всем интересоваться, иметь живой подвижный ум, никогда не пользоваться гаджетами при огромнейших тренингах, иметь харизму, в конце до концов, иметь здоровые суставы для того, чтобы выдержать все это напряжение. А для этого у меня есть вот такая еще штучка. У меня семя льна и абсолютно многие другие семечки, семена, которые я тоже использую. Обожаю французскую гаджицу. Именно в таком вот виде. После душа ничего нет лучше кокосового натурального масла. Что еще я вам не показала? Я вам не показала вот это вот. Я из него всегда делала сок сельдерей, свекла и морковь, яблоко для того, чтобы не умереть от потрясающего вкусного сока, добавляя яблоко. А теперь я хочу два слова сказать, что я вас всех люблю. И водку я вам показала не для того, чтобы выпить, хотя с вами я могла бы даже выпить, хотя я это не люблю, не умею. Водка нас ничего не спасает, кроме того, что это все ж таки спирт и все ж таки это тоже. Если нет ничего, можно использовать и для дезинфекции. Но даже вот эти штучки, которые сейчас мы зашли в магазин, промыли там специальные, вы знаете, не у меня, а у одно, не в нашем городе только. Вышли, промыли, зашли в другой магазин, промыли, пришли домой перед мытьем рук, это сделали, ручку промыла, в итоге может быть аллергия. Поэтому, пожалуйста, не злоупотребляйте лучшей водой, когда вы ручки вот так вот складываете и все стекает туда, как руки мы умеем уже мыть, как хирург гель. Это абсолютный класс. Нет семечек и нет у меня здесь на столе, у меня закончилось, я жадная. Я это ем сейчас много, я не показала вам кедровые орешки и масло кедра. Если у вас есть возможность в России это купить, не забывайте масло кедра, пейте, просто пейте, будете непризнательны. Право же, я это делаю очень давно, я знаю пользу и это не вызовет у вас никаких отрицательных моментов в поведении вашего желудка. Будем так говорить, вы меня поняли. Люди, которым исполнилось 60. Для вас карантин особенно опасен, потому что в карантин очень скоро могут дойти до того, что нужна будет выпускная система, вас могут не выпускать. А если вас не будут выпускать, скажите мне, может сосудистая система в таком возрасте быть без движения, без обыкновенных каких-то упражнений. Ну вот у меня любимый тренажер, вы видели, я даже целое занятие проводила именно на тренажере. Без этого не выжить, да еще и без воздуха. В последнем видео я показываю люди на балконах, на окнах, пытаются подставить свое тело в солнышко. Все, практически все, кроме одного. А мы, стадо господа, да простите меня. Я привыкла. Я в автомобиле сижу, а зачем? А зачем вот это? Вот так вот делают, на автомобиле подвешивают. Накопление инфекции, мы знаем, не помогает, но нас приучили. А ключик, ключик от этого намордника где? У кого ключик пока у нас? А завтра, у кого будет этот ключик? Мы спать будем в маске. Мы жить будем в маске. Не надо. Осмысленно. И если встретимся в следующий раз, и вы будете все это использовать, если вы будете делать минимальные физические упражнения, мне говорят, не вставай, не попадаешь в кадр, а я хотела вам показать, как я с легкостью или наклониться в разные стороны. Ладно. Это потом. Меня больше всего, как психолога, как сейчас, практикующего семейного психолога и моя испокон века, специализация психолога. Это панические атаки. И я вижу, что не от коронавируса можно умереть, а можно умереть от плохого психического состояния, от панических и так, это атак. Ну не мешай мне. И от неврозов. Потому что только улыбка заставляет поднимать иммунитет. Когда вам плохо, вы что делаете? Вы, как назывался этот фильм, где он хохотал ненормально? Ну самый можно. Джокер. Что он делал? Ведь он хохотал не потому, что он хохотал, а потому, что он невротик. А невротики таким образом облегчают свое состояние. Так же, кстати сказать, как невротики становятся лучше по качеству, если они одевают маску. Вы не помните, что надо делать, если у вас паническая атака или сердечный приступ? Прежде всего, начинает дышать пакет. Вот этот наш пакет. Не приучайте себя. Не надо. Все. До свидания. До встречи.